всем большой привет ну вот только что я сняла отчет за февраль месяц по всем моим процессам и как обещалось сразу поставила на мой станочек моего зайку буду сейчас им заниматься и вообще заниматься весь месяц март надеюсь что у меня получится его завершить значит что у меня здесь идет переочередной задачей это дошить вот этот вот кусочек чтобы была половина на схеме это выглядит вот так здесь совсем немного осталось и схема не самое сложное так как цвета будут вышиваться такими грустками поэтому должен идти процесс более-менее нормально ну так папа скорости потому что в каких-то местах вот как вот здесь или вот здесь здесь было очень часто менялась ниточка и процесс шел медленно здесь я думаю процесс будет идти более-менее нормально потом меня будет ждать бэкстич бэкстич здесь он цветной подробный мелкий но я надеюсь справлюсь и знаете когда половина работы выше то уже даже бэкстич как бы не останавливает он мне не преграда вот такой мой зайка здесь у меня уже есть носик и даже без бэкстича смотрится уже ярко с бэкстичом вообще оживает картинка вот частности здесь листочки посмотрите они совершенно живы и объемная красота так ну что буду снимать дальше тоже такими же фрагментами буду делать вам фильм о процессе отшива моего зайки конечно всеми моими впечатлениями трудностями или еще какими-то моментами я буду с вами делиться поэтому не прощаюсь это была вводная часть показать с какого этапа я стартую и дальше посмотрим как будет идти продвижение ну что прошло несколько дней и ура ура я вышла ровно половину все крестики здесь на своем месте посмотрите какой зайка получается вот с расстояния видно что зайчик носик ушки вот посмотрите если приблизить близко-близко как начинает расплываться крестики хотя и сейчас видно в общем когда я вышивала вот эти все детали они были скрыты от меня скажем так но уже на расстоянии сейчас все вышито и виден уже зайка но пока еще нет бэкстича и вот сейчас мне предстоит заняться вот этим вопросом вышить весь бэкстич внизу вот здесь у меня бэкстич уже есть я стараюсь вышивать какими-то этапами и сразу выполнять бэкстич вот по травке есть ну вот носочки листик и дальше вот этот жучок у меня тоже от бэкон гусики только там нужно сделать вот этот листик кустик у меня готов скажем так ну а дальше бэкстич нужно будет делать бэкстич я вам уже говорила здесь очень подробный вот и он разноцветные видите его здесь много 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 схема здесь большая и если это переложить в масштаб 18 каунта вот эти вот все цветочки листочки прожилинки все 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 нужно будет сейчас вышить французики вот вижу вот мордочку зайчику цветочки я сейчас приступаю потихонечку начну и когда весь бэкстич будет готов я покажу вам конечно готовую картину ну не полностью готовую картину а вот этот фрагмент половину я специально сейчас снимаю вот этот кусочек чтобы показать как смотрится без бэкстич а потом как смотрится с бэкстич им мне тоже нравится всегда вот эти вот переходы потому что для нас для зрителей вот когда смотришь видео какого-то блогера да и видишь вот картина без бэкстич а потом раз через секундочку картина с бэкстич а мы как какая разница большая да интересно вот так посмотреть быстрое перевоплощение работы вот так что увидимся для вас через секундочку хочу поделиться с вами сериалом который я сейчас смотрю не его посоветовала одна моя подписчица сериал называется три жизни три мира десять миль персиковых цветков это китайский сериал дорама конечно я последнее время очень сильно полюбила дорамы но я смотрела в основном корейский а это китайский и для меня было в новинку также он идет стиль фэнтези здесь феи волшебники бессмертные скажем так очень красивая интересная история любви первая серия меня не очень захватила потому что это фэнтези для меня что-то новое и не очень такой гладкий перевод но с третьей серии этот сериал меня просто поглотил я никак не могла оторваться пересмотрела просмотрела его вообще на одном дыхании засиживалась до вечера и вот сейчас уже по третьему кругу пересмотрела последний серий я часто так делаю если сериал небольшой просматриваю его еще раз начало если им сериал большой как здесь 58 серий по 45 минут то я просматриваю последней серии музыка красивая красивые актеры хорошая игра красивый сюжет красивая проработка компьютерная очень красивая вот поэтому я вам тоже рекомендую обратить внимание на этот сериал оставлю ссылку если интересно заходите смотрите ну что прошло несколько дней и мой бэкстич готов сейчас я открутила канву чтобы показать вам как выглядит на данный момент моя работа конечно бэкстича было много он разноцветный нужно было уделить ему время у меня ушло на бэкстич примерно два вечера но сразу снять отчет я не смогла потому что вечером освещение не очень удачное домашний дома и сам уставший уже как бы и слова не не подбираются поэтому я решила найти время и снять утром вот как сегодня сегодня у нас очень хороший яркий солнечный день и вот вышло солнышко и сразу работа моя осветилась вот но пока я ждала времени чтобы снять это видео я уже перешла на вторую половину работы и у меня даже там вышелся такой хороший приличный кусочек но я хотела бы сейчас вначале показать вам бэкстич поближе давайте я вам покажу детали потому что здесь прелесть в деталях и посмотрите какой лапочка зайка получается у него игрушка тоже зайчик такие глазеночки такой носик хорошенький много здесь бэкстича разноцветного и много бэкстича которого в принципе незаметно но в общей картине он играет конечно свою существенную роль вот как вот эти вот ворсинки у зайки на ушках или на лобики они вышиваются таким серым цветом чуть чуть темнее чем сами ушки в принципе не видно но создается такое впечатление да что это вот такие лохматенькие ушки вот середе в середке у ушка извините да цветочек кстати тоже вот обшивается серой ниточкой в принципе как бы не видно но присутствие этого бэкстича здесь необходимо листики здесь зелененькие прожилки французские узелки вот это сердцевинка обшивается соответственно вся зелень вот здесь самое сложное конечно было вышивать вначале вот эту зелень вот она потому что здесь нужно было высчитывать крестики куда вести нить в принципе в общем массе незаметно очертаний границ листов поэтому было сложно элементы которые в общем то ограничены есть у них контур какой то здесь не так то и сложно вот носочки такие хорошенькие здесь пуговки зайками такие глазки здесь французские узелочки вот тоже листик красивый такие веточки выглядывают изящные тапочки так тут какой-то жучок сверчок спит кузнечик не знаю кто он там и вот зелень видите под листочком он укрылся и спит мирно одеялка все это тоже бэкстич все прошито но там не было вышито вот из нового бэкстича это вот это одеялка я тоже вышивала бэкстича лэйзи дэйзи вот здесь смотрятся как французские узелки но это крестики очень красивое одеяло я бы себе тоже такое хотела да красивые очень вот эти цветочки почему-то похожи мне на лаванду но это не лаванда я не знаю что за цветок но очень здесь он гармонично смотрится и вот из нового я вышила вот эту палочку дошила на которой привязан гамачок и немножко полукреста зелени начала я уже двигаться вот еще раз детали вам покажу чтобы все могли рассмотреть потому что действительно это работа ее прелесть в деталях даже каждый каждый возьмешь элемент посмотришь ну веточка такая простая да тоненькая какая она изящная какая она красивая вот у кузнечика здесь ножки вот они видны красота очень интересная работа очень ну зайка конечно супер покажу что как на каком этапе я сейчас нахожусь на картинке значит я вышила уже вот этот вот этот вот кусочек двигаюсь влево буду дошивать вот здесь немножко листов захвачу зайку дошью немножко бэкстича и потом буду передвигаться вверх и это будет заключительный участок он не сильно насыщенный хотя тоже там есть работа и бэкстич конечно же бэкстич есть есть много полукреста вот поэтому совсем не зашитых участков их мало мне казалось что их больше но их не так-то много но ничего тут уже как говорится когда видишь приближение завершения работы открывается второе дыхание и хочется шить и шить вот на таком этапе сейчас я нахожусь покажу вам еще схему делала я копии копии этих схем но в итоге все эти копии я куда-то уже пристроила я не могу их найти и потом думаю буду вышивать по оригинальной схеме чего уж там вот и это вот вот это все мне нужно вышить и как вы видите здесь практически то и нет не зашитых участков вот уголочек небольшой и чуть-чуть вот здесь я думала будет больше не зашитого на самом деле здесь практически полная зашивка вот буду двигаться и конечно же показывать вам все мои этапы как только я доберусь до какого-то логического участка что можно что-то вам показать я буду вам показывать свои продвижения и снимать вот такие маленькие отчеты еще хотела немножко вам показать не в тему но просто но рядом здесь стоит поэтому я решила показать это пришла новая ко мне уходовая продукция греческая фирма bio арома решила я попробовать наши как бы так сказать производство биопродукты все натуральные масла здесь интересные вот я себе заказала несколько масел кокосовое масло крема интересные вот все пришло в такой сумочке косметички вот такой тоже натуральный у нее здесь такой мешковина вот сейчас буду изучать и пробовать небольшое отступление и возвращаемся к вышивке вот последний раз показываю в этом фрагменте где я остановилась увидимся через секунду и мы увидим мои продвижения сегодня у нас 8 марта и хотя это видео вы увидите еще не скоро тем не менее я хочу поздравить всех женщин с этим праздником пожелать вам здоровья счастья будьте всегда красивыми и любимыми и немножко хочу поделиться небольшим подарком мы с мужем делали какие-то покупки и нам в магазине дали продукцию которая была на подарочная на пробу это болгарская продукция мне очень понравилась коробочка вот какие мы женщины падки на упаковку да вроде бы ну как бы особо ничего но так красиво упакована это продукция с болгарская с розовым маслом и здесь идет на пробу лосьон для тела и шампунь и вот такое мыло знаете ну вот жалко не передает камера ароматов какой сладкий аромат розы исходит вот я сейчас держу в руках это мыльце оно так пахнет даже на расстоянии и я поспешила сегодня снять видео чтобы показать вам эту коробочку эти маленькие эту маленькую красоту такую приятную да нашу женскую потому что сегодня уже хочу сразу все это попробовать я очень люблю косметику с розой болгарская роза она вообще славится очень очень давно но мы знаем эту продукцию сейчас производство улучшается и поэтому качество тоже улучшается вот обязательно попробую ой как пахнет прям ну съела бы вот это мыло вот это лосьон был и там шампунька ну ладно не буду уже там сильно показывать мне очень понравилась коробочка красивый дизайн красота все убрали нашу косметику и перейдем к нашей любимой вышивке что хочу сказать ну продвигается продвигается моя вышивка она продвигается очень такими небольшими шажочками потому что здесь мелкий каунт вот к примеру сейчас я возьму ножнички извините к примеру вчера вечером я вышла вот этот листочек ну еще маленький кусочек листочка захватила чуть-чуть одеялка и сегодня смотрю думаю ничего себе я целый вечер ковырялась и вышла вот только листик какой-то да какие-то тут маленькие детальки посмотрела на схему а на схеме то совсем немало здесь ну где-то 700 может даже 750 крестиков вот вот этот вот участок я вчера вышивала вот-вот-вот большой но так как 18 каунт видите практически работы не видно и начала я уже вышивать также и бэкстич я значит стараюсь вечером вышивать крестики а утром хотя бы ниточку 2 проходить бэкстичем и вот вчера утром я вышила бэкстич вот на этой палочке вроде бы особо и незаметно сейчас покажу как это выглядит на схеме значит здесь я вышиваю сейчас по оригинальной схеме с одной стороны схема идет а с другой стороны схема с бэкстичем вот посмотрите на этот бэкстич посмотрите пожалуйста вы видите что здесь происходит очень-очень он такой насыщенный много линий через клеточку диагональ да идет вроде бы по клеточкам но он очень насыщенный вот как смотрится на отшиве его в общем-то настолько подробного бэкстича его не видно вот вроде бы и не было никакого смысла мучиться и вот так вот аккуратненько все это вышивать его в общем-то не видно если бы это была черная нитка я понимаю да а темно-коричневая ее здесь нет ну что делать я вышиваю я усердно вышиваю все стежочки бэкстича вот у меня уже стали проявляться листики потихоньку вот они сегодня буду дошивать ну сколько успею перед работой сейчас пару ниточек я вышью бэкстича сегодня вышивать вечером не буду у меня график допоздна вот завтра пятница что успею не знаю если домашняя работа собралась глажки много поэтому скорее всего буду отрываться на субботу в субботу и воскресенье хотелось бы конечно дошить уже взять так махом раз и все но не тут то было я надеюсь что в субботу и воскресенье я хотя бы вот эту вот линию добью и бэкстич и все крестики и тогда на следующей неделе мне уже будет поменьше работы жду встречи вот с этим жучком и фонариком очень мне нравится этот жучок вот продвигается работа уже есть на что полюбоваться он уже зайка практически готов но игрушка уже точно сто процентов готова осталось вышить на бэкстич на охе которую вот только я вчера дошила вот сделать кружочек и готово будет ушко все очень красиво очень-очень хотя работа то детская но она мне так нравится я прям не могу от нее оторваться красота все девочки побежала вышивать увидимся в новом включении